То, о чём завтра напишут газеты, прямо сейчас в программе «От и до» в эфире радио «Спутник в Крыму». Радио «Спутник в Крыму». Приветствуем вас, друзья, обозреватель Борис Левин с наилучшими пожеланиями комфортного, замечательного, доброго дня. К этим присоединяется пожеланием наверняка и наша сегодняшняя гостья, но она не просто в прозе это вам расскажет, друзья, а мы послушаем ещё и замечательные песни в её исполнении. Она не дебютант наших эфиров. Совсем недавно, в начале февраля, у нас была замечательная команда театра песни «По дворе» во главе с художественным руководителем Аленой Удаловой. В этой команде была наша сегодняшняя гостья. После окончания того эфира мы разговаривали, и я выяснил, что у нашей сегодняшней гости такой послужной список авторских песен, что не предоставить вашему вниманию это было бы абсолютно неправильным моим поведением. Я поэтому иду в ногу со временем и представляю вам сегодняшнюю гостью. Это Алина Жукова, но многим она знакома по псевдониму своему концертному музыкальному Алиша Гурич, солистка театра песни «По дворе» Крымской государственной филармонии, соответственно, артистка этой филармонии. Но кроме этого она проводит очень огромную педагогическую работу. А сколько призов всевозможных уже получено, я думаю, что, наверное, не хватает уже полок в своей квартире для того, чтобы разместить все эти награды за абсолютно непродолжительный пока еще период авторской такой песни, которую пишет наша сегодняшняя гостья и вокальной студией про песни руководит, и с молодым поколением общается. Ну, это самое главное, но при этом выпускница нашего университета культуры, искусств и туризма. И все это Алиша Гурич. Добрый день. Здравствуйте. Приветствуем вас. Позитива огромное количество исходит от нашей гости. Вы наверняка убедитесь в этом фотосессии, которую мы предложим вашему вниманию по окончании нашей встречи. Как в известной песне, ты помнишь, как все начиналось? Когда вы начали писать, что это случилось? Кто-то подтолкнул или какой-то идол музыкальный на вас так воздействовал? Что произошло? Я начала писать с детства, писала патриотические песни, и в 14 лет я стала лучшим композитором Крыма, получила такую награду. В 14 лет? Да. И потом долгое время я не писала, и когда я родила своих деток, ко мне снова пришла муза, и я стала дальше развивать это дело. И выпустила уже несколько треков. Ну, образование началось не только в школах, но и в музыкальной школе. Конечно. Музыкальная школа, город Саки, имени Богатикова. У меня был руководитель Анастасия Борисовна Кайнарян, заслуженный деятель искусств Крыма. Это мой первый педагог, эстрадный вокал. Занималась также академическим вокалом у Ольги Филипповны. Параллельно я пела в народном хоре, в кокошнике с бабушками и дедушками, а вечером пела в рок-группе, исполняла совершенно другие... Друзья, ну вы поняли диапазон, да, своих пристрастий музыкальных, наши сегодняшние гости. И давайте с первой песни «Не отпуская» начнем. Что навеяло эта песня? Я просто хочу, чтобы люди, которые находили своих вторых половинок, держались и любили, ценили эти чувства и не отпускали друг друга. Слушаем. Алиша Гурич. Прости меня, но я взлетаю вновь, ведь в облаках я чувствую свободу. И снова в моих венах стынет кровь, лечу с обрыва глубоко под воду. Не я ломает, как могу борюсь, мы словно между небом и землею, что не почувствую тебя, боюсь. Не уходи, останься здесь со мною. Не отпускай меня, держи им крепче, не отпускай меня, там будет легче. Быть может только время нас спасет, давай надежду из души мы не упустим. Однажды снова сердце запоет, тогда друг друга больше не отпустим. Меня ломает, как могу борюсь. Мы словно между небом и землею, что не почувствую тебя, боюсь. Не уходи, останься здесь со мною. Не отпускай меня, держи им крепче. Не отпускай меня, так будет легче. Не отпускай меня, не отпускай. Меня не отпускай меня, не отпускай. Не отпускай. Продолжим. Ну, а вот я посмотрел, насколько это достоверная информация. 1 мая 2020 года. Первая песня, именно та, которая только что звучала. Да, с нее началась. Но на самом деле, первая песня, которая делалась, просто она чуть позже выпущена была. Это «Живу для тебя». Я встретилась со своим другом Федором Марченко. Хорошо знакома и нашим слушателям, а мне уж точно по многолетней дружбе. И это ваш еще однокурсник? Да, это мой однокурсник и очень хороший друг. Я ему показала песню, говорю, Федь, писала для Баскова, но тебя не слышала еще на то время. Говорю, давай запишем песню. Мы ее вместе сделали, аранжировку мы вместе продумывали. Записал нам ее Александр Граф. И мы ее вот выпустили. Так, собственно, чего мы будем рассказывать? Давайте послушаем ее. Прямо сейчас «Живу для тебя». На радуге дня живу для тебя и в капле росы, и в капле слезы. И ранним деньком, и злым холодком я нежность свою Тебе лишь дарю, Тебе лишь дарю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. И песен я, и радость ручья, и нежность моя, живу для тебя. Я словно волшебник творю чудеса, увидишь их ты, как только закроешь глаза. Я твой навсегда ангел ночной, прогнав холода, злой зимой. Зимы-то жива плету для тебя, и нежность твою навек сохраню, навек сохраню. Я тебя люблю. И солнца лучи греет любя, и звезды ночи живут для тебя. Я словно волшебник творю чудеса, увидишь их ты, как только закроешь глаза. Закроешь глаза. Нас с тобою объединили небеса. Нас с тобою объединили небеса. Нас с тобою объединили небеса. И песен я, и радость ручья, и нежность моя, живу для тебя. Я словно волшебник творю чудеса, увидишь их ты, как только закроешь глаза. Да, действительно, ну просто замечательный фон музыкальный, и партитура прописана. И аранжировка замечательная. Где вы пишете свои песни? Обычно аранжировки мы пишем с моим братом, Рома Грир. Он композитор, музыкант, многое пишет и за рубеж, и для фильмов, современную музыку. И он меня поддержит, и мы вместе вот сочиняем именно аранжировки вместе. Ну, определенный большой этап вашей молодой жизни был связан и с Союзом ветеранов Афганистана. Да, вы знаете об этом? Мы все знаем. Я навел все справки возможные и невозможные, прежде чем открыть двери нашей студии. Да, я посвятила 10 лет жизни Союзу ветеранов Афганистана, и до сих пор очень люблю и патриотическую песню, и ребят ветеранов всегда поддерживаю. Летом мы ездили, кстати, от нашей Крымской филармонии в Мелитополь, поддерживали ребят и мирных жителей. В общем, для меня это очень важная тема, потому что мой отец ветеран, афганец. Вот как. Его, правда, не стало в мае, но, в общем, это повлияло на мою жизнь. Давайте тогда о следующей мелодии поговорим, о следующей песне. Просто связаны? Связаны. Это позитивная песня про любовь, о кокетстве таком женском. Вам это тоже характерно для вас или нет? Ну да. Вот какой откровенный разговор у нас сегодня с Алиной проходит. Вы узнаете даже то, что не прочитаете ни в одной информации интернетовской, а только на радио «Спутник Крыму». Так что послушаем связаны? Да. Слушаем вместе. Алиша Курич. Это осень и сладкий сон. Ты снова ожил и влюблен, ведь я словно лебедь выплыла, и в этот мир вывела я с тобой, ангел мой. Подари мне рай, я останусь с тобой, я останусь с тобой до рассвета. Истели меня, свои крылья раскрою, вместе мы улетим на край света. Вот и зимний день настал, образ твой не отпускал. Надежду храню тая, тая такая, верная я с тобой, ангел мой. Громко это сказано, мы с тобою связаны. Небеса свели нас вновь, подарили нам любовь, я с тобой, ангел мой. Подари мне рай, я останусь с тобой, я останусь с тобой до рассвета. Истели меня, свои крылья раскрою, вместе мы улетим на край света. Подари мне рай, я останусь с тобой до рассвета. Истели меня, свои крылья раскрою, вместе мы улетим на край света. Истели меня, свои крылья раскрою, вместе мы улетим на край света. Подари мне рай, я останусь с тобой, я останусь с тобой до рассвета. Истели меня, свои крылья раскрою, вместе мы улетим на край света. Подари мне рай, я останусь с тобой до рассвета. Истели меня, свои крылья раскрою, вместе мы улетим на край света. Продолжим. Я говорил о том, что вы руководитель вокальной студии про песни. Кто ваши подопечные? У меня много детей и с ограниченными возможностями, и вообще много любых детей, которые хотят научиться петь, которые умеют петь. И также ко мне приходят и взрослые люди, мужчины и женщины, которые тоже не ограничиваются своей деятельностью, развиваются дальше. Ну вот сейчас послушают нашу программу и скажут, я хочу тоже под руководством Алины Жуковой, Алиши Гурич, поработать и добиться каких-то успехов. Реально это? Да, приходите, обещаю, я вас научу петь. Все это в Севастополе происходит? Да, в Севастополе. Да, друзья, ну вот такие интересные сегодня мы открываем странички биографии нашей гости. Ну и 8 лет в театре песни «Подворье». Да. Что эти годы добавили вам? Вы знаете, я собиралась совершенно идти в другой коллектив, очень известный, не буду называть его, но вот меня вот уже звали, и тут звонит Алена Вениаминовна, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист Крыма, и говорит, Алина, мне порекомендовали тебя, приходи в коллектив. Я была в шоке, потому что мне такой величины человек позвонил, и я не смогла ей отказать. И я очень счастлива и дорожу своим местом уже на протяжении 8 лет. И самое главное, когда я пришла в «Подворье», говорили, вот раньше было такое «Подворье», вы бы видели, как работали. И меня всегда это так задевало, я думаю, мы вам еще покажем. На сегодняшний день у нас «Подворье» совершенно новое, совершенно современное. Мы гордимся своим коллективом. Да, мы подробно 4 февраля тогда, я помню, рассказывали и слушали красивые очень песни в исполнении талантливого коллектива, который, кстати, 9 мая прошлого года отметил свое 30-летие. А ведь символично как, да, что именно 9 мая родился этот коллектив. С ним связана теперь уже большая творческая биография тоже. А «Подворье» ваши песни исполняют? Или пока еще... Ну, я написала специально для «Подворья» песню, которая называется «Поет подворье». Мы ее сделали, я ее сделала на юбилей руководителю. И на юбилейных концертах или на таких значимых мы исполняем. Ну, то, что на значимых концертах выступает театр «Песни подворья», мне как никому другому известно, потому что я имел честь представлять не раз на самых высоких сценах и на самых таких правительственных мероприятиях. Потому что это талантливый коллектив. Ну, и я знаю, что Алина очень скромный человек, но о некоторых своих наградах несколько слов, чтобы знали все-таки наши слушатели. Потому что и «Успех года», и «Лидер года» — все это в вашей копилке. Да, да. Также меня наградили от Министерства культуры грамотой, что очень приятно. То есть знают о вас о вашем творчестве. И от глава Республики Крым тоже наградил, в общем. Да, я знаю, это благодарность, причем вручалась прямо на концерте, по-моему, да? Все это было. Я была очень довольна. Ну, а мы как довольны, что вас оценивают и ваш талант. Это действительно дорогого стоит. «Мой город» в завершении нашей сегодняшней встречи. Несколько слов. Я хочу сказать прежде всего и женщинам, и всем молодым людям, чтобы вы не ограничивали себя ни в чем. Помнили о своей мечте, то, к чему вы стремились с детства, никогда не бросали эти идеи. Желаю вам счастья, любви. И «Мой город» — это мой последний выпущенный хит, возможно. Послушайте, надеюсь, вам он понравится. Алина Жукова сегодня у нас дебютировала в сольной программе на радио «Спутник Крыму». Я надеюсь, что будут новые и новые интересные очень песни, мелодии, и, значит, будут и новые встречи для нашей многотысячной аудитории. Алиша Гурич, она же Алина Жукова и «Мой город» в завершении нашей встречи. Всего доброго. Закрой глаза, я за тобой стою. Прикрой меня, тогда не убегу. Возьми меня, останусь я с тобой. Ты мой, ты мой. Дыши со мной, даю я кислород. Зажги меня, тогда душа споет. Прочти меня, дыхание задая. Я твоя, твоя, твоя. 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 Стреляй. Не сломай, поймай. Растопишь лед, получишь снова власть. Держи меня. Почувствуй мою страсть. Сопротивляться долго не смогу. Люблю. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Хочу тебя давно спросить Насколько важен был тот час Как дорог был тот самый миг На закате дня Насколько важен был тот час От и до на радио Спутник в Крыму с Борисом Левиным Субтитры подогнал «Симон» Насколько важен был тот час